итак ребята всем привет сегодня у меня будет очередной выпуск но выпуск будет не о копии и не о рыбалке а именно о том что при нашем хобби что рыбачьте что занимаетесь кладоискательством вы всегда с этим можете столкнуться и вам в общем это поможет в будущем сегодня будет речь именно о клещах которые на прошлом копия зараза меня укусил и не просто укусил а воткнулся своим хоботком и насасывал крошку приехав домой я и это обнаружил именно этот видеосюжет который сейчас за спиной именно на этом копии я и подхватил того самого заполучного клеща и сегодня будем именно рассказывать о нем так что смотрите будет достаточно полезная информация для тех кто занимается активным отдыхом на природе как только покрывается солнышко и начинает зеленеть травка народ массово тянется на природу и здесь человека поджидает опасность стать жертвой нападение клеща если случилась такая ситуация а поблизости нет медицинского заведения то правило как вытащить клеща у человека должны помочь в походных условиях поэтому чем быстрее будет обнаружен на теле присосавший паразит тем меньше с его слюной в кровь попадет возбудители инфекции для этого следует тщательно осматривать все тело после прогулки по лесу парку к реке после поездки за город и срочно удалить обнаруженного клеща но осторожно и соблюдать правила чтобы иммунизировать вред здоровью даже если клещ оказался чистым от инфекции то сам факт укуса также несет угрозу инфицирование и нагноение того места где он присосался вот почему нужно научиться как быстро и безопасно удалить кровососы внедрившиеся в кожу чем страшен энцефалитный клещ очень опасное заболевание так как поражается головной мозг центр всего процесса жизнедеятельности человека болезнь страшна не только своим течением но и осложнением последствия энцефалита могут быть связаны с расстройством психики нарушение работы опорно-двигательного аппарата ослабление зрения и слуха симптомы энцефалита для каждого вида заболевания свойственны свои проявления и степень тяжести но есть общие симптомы это высокая температура 30-40 градусов сильная головная боль головокружение тошнота рвота слабость усталость нарушение сна боль в суставах и мышцах особенности удаления присосавшегося клеща для того чтобы понять как правильно вытащить клеща у человека нужно иметь представление о строении паразиты и о том способе который он внедряется в кожу для насыщения кровью клещ имеет прикрепленную к туже свободно вращающую головку с ротовым аппаратом попадая на тело жертвы он долго до часа может ползать по телу или одежде выбирая подходящие для спокойного и безопасного трапезы место такими любимыми местами на человеческом теле является места с наиболее тонким кожным покровом и близко расположением кровеносных сосудов это у нас пах подколенные впадины локтевые впадины подмышечные впадины участки за ушами височная и затылочная область лосинистая часть головы выбрав укромное место паразит прикрепляется к нему присосками на лапках и хоботком осторожно и безболезненно для жертвы прокалывает ее кожный покров затем начинают вкручивать хоботок погружая его в коже чтобы достичь кровеносного русла по мере насыщения крови тельце мелкого пучка раздувается увеличивается до десяти раз по этому признаку можно определить как долго кровосос находится под кожей долго или только что внедрился в любом случае его следует удалить как только кровосос будет обнаружен наилучшим выходом станет обратиться в любое медицинское учреждение где специалист знающий как вытащить клеща сделать это профессионально и без последствий там же могут взять извлеченного паразита на анализ чтобы определить не наградил ли тот жертву инфекции но если такой возможности для укушенного клещом отсутствует то насекомое придется удалить самостоятельно что сделал и я в данном случае ну а рассмотрим по удалению клеща несколько вариантов один который я использовал еще старый советского времени по детству вытаскивали этим методом очень большое количество клещей с моего тела но в советское время мы делали вот что область укуса клеща мы промазывали подсолнечным маслом и далее наверное минуты две чтобы клещ стал задыхаться затем брали пинцет захватывать нужно не за тельца а у самой кожи и вращательными осторожными движениями выкручивали полностью целого клеща причем это делалось именно по часовой стрелке не нужно дергать и делать резкие движения а также недопустимо сдавливать самой тельце кровососа такой способ подойдет в случае быстрого обнаружения паразита когда размер его слишком мал для извлечения пальцами следующий популярный метод это удаление нитью правда этот метод справедливо считается сомнительным в плане безупречного результата поскольку требует сноровки и терпения иначе возможен риск отрывать тельце от внедряющего в кожу головки берется прочная нить или тонкий шнур вокруг кровососа у самого места укуса делается захват затем делается петля расшатывающими вибрационными или скручивыми движениями постепенно извлекайте присосавшего кровососа если поразит только что въелся в тело и его размеры слишком малы скорее всего такой метод плохо пригоден потому как вероятность всего не удастся обвязать нитью крохотного паучка и сделать обхват нитью но если есть увеличительное стекло то можно постараться попробовать если нет наличие пинцета или до больницы далеко если не удалось полностью извлечь клеща часто по неопытности или по причине охватывающей паники людей выдергивают клеща отрывая его торчащие снаружи тельце от погружения в толщину кожи головки что в таких случаях делать главное не паниковать и успокоиться найти швейную или инъекционную иглу от шприца булавку либо любое колющее острое предмет накалить на огне место откуда только что вытащили кровососа обработать любым доступным антисептиком действовать как при удалении обычной занозы после извлечения остатков вредителя снова хорошенечко обработать сейчас в аптеке для тех кто планирует активный отдых на природе доступны специальные изогнутые пинцеты для удаления клещей они позволяют легко и полностью вытащить из кожи въевшийся паразита когда риск подцепить клеща высок из-за сферы деятельности во избежание опасных укусов можно прибегнуть к прививке против энцефалита и так ребята приехал я в больницу в нашу сельскую для того чтобы сдать нашего паразита хочу его проверить именно заразен он или нет ну и что вы думаете я пришел и меня отправили за 50 километров чтобы сдать этого гада минздрав вы что шутите что ли я вот не понимаю сделать обычный химанализ нужно человеку а потратить полдня чтобы сделать это позор полный это должно быть делаться в любой больнице даже сельской поселковой даже в деревне как обычные тест анализ на беременность потому что ну я не знаю сколько нужно затратить средств и времени и денег чтобы сделать обычный химанализ я вообще в шоке от вас минздрав я удивлен ну ладно не будем ничего ехать сдавать исследовать поживем увидим через неделю посмотрим если через неделю я не объявлюсь в лучшем случае я помер худший случай это если меня проализует стану инвалидом в общем вся такая ерунда будем надеяться на лучшее будем просто надеяться на жизнь или нас насмерть так что ладно пожелайте удачи мне пока